С третьей декады ноября в Казахстане начнется ревакцинация. Кому не нужно ставить третью прививку от COVID-19? Почему теперь будут вакцинировать детей и беременных? И почему ревакцинацию нужно делать другой вакциной? Смотрите в следующем сюжете. В Караганинской области на сегодняшний день оба компонента вакцины получили 53% населения. Это почти полмиллиона человек. В управлении здравоохранения считают это нормальными темпами. Третью прививку должны получить те, кто прививался с февраля по март этого года. Медики, учителя, силовики, подопечные социальных и закрытых учреждений, люди старше 60 лет, а также те, кто переболел ковидом после вакцинирования двумя дозами через три месяца после выздоровления. Вакцину при этом будут менять. Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Минздрав закупил вакцину Pfizer. Ее будут делать только подросткам с 12 до 17 лет, беременным женщинам и тем, кто идет на ревакцинацию. На первичное вакцинирование Pfizer не дают. Третью прививку будут делать в тех же центрах вакцинации поликлиник также бесплатно. Лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, ревакцинация через 9 месяцев инактивированной или же МРНК вакцины. Лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, получат ревакцинацию через 6 месяцев либо векторной вакциной, либо же МРНК вакциной Pfizer. Файзер. Лица, получившие вакцинацию МРМК-вакциной, то есть это Файзер, ревакцинацию должны получить через 6 месяцев или же инактивированной вакциной, либо же векторной вакциной. Карагандинцы по-разному отнеслись к новости. Многие согласны и на ревакцинацию. Чем получать ПЦР каждую неделю, лучше получить один раз. И как бы для здоровья. Нет, можно я воздержусь. Если как бы через год, то можно, а так не знаю. Нет, я еще первую не сделаю. Я и так переболел недавно. Теперь у меня свои естественные антитела. Положительно. Я сделал нормально. Я даже первую не делаю и пока не хочу. Кстати, ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая провели совместное исследование и выяснили, что у переболевших уровень антител снижается в течение полугода. А затем показатель остается стабильным до 15 месяцев.